Здравствуйте! В эфире первого городского проекта «Место происшествия». В студии Михаил Вагин. Смотрите в этом выпуске. Несчастный случай. Один человек погиб в ДТП по Дамутнинскому. Сначала гаджи, а шишки. В последнее время пошло сухоровский сканер. Не успели завязать. Решили немножко заработать, завяжем больше 12 лет, если не будет. Но как раз сегодня хотели последний день. Как раз этот последний день, получается, были планы. Кировские оперативники задержали влюбленную парочку, которая занималась продажей наркотиков. Система супер. Это как? Понимаете? Не пошла против системы. Система – это супер. Вы без всякой доли иронии говорите, абсолютно. После задержания пьяная автоледи на BMW X6 высоко оценила работу кировских сотрудников ДПС. Один человек погиб в ДТП по Дамутнинскому. Там «Шевроле Нива» без водителя в салоне наехала на мужчину. Подробности в рубрике «Обзор аварии». Авария произошла в четверг днем на территории Пилорамы в деревне Ежово Амутнинского района. По предварительным данным ГИБДД «Шевроле Нива» наехала на мужчину. По предварительным данным, в результате самопроизвольного движения автомобиля «Шевроле Нива» произошел наезд на 40-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. В Луцком районе водитель Лады Прио разбил 14-летнего велосипедиста. По предварительным данным полиции, водитель ВАЗа не заметил подростка, который ехал по краю дороги. Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали. Виновник аварии скрылся с места аварии, но его потом нашли. Мужчина рассказал, что выпил спиртное уже якобы после ДТП. В Кирове на улице Воровского столкнулись два автомобиля. По предварительным данным ГАИ, 66-летний водитель Лексуса выезжал с прилегающей территории и не пропустил Рено Логан на главный. От удара 8-летняя пассажирка седана получила травмы. Медики оказали ей помощь. На проспекте строителей произошло ДТП с участием общественного транспорта. По предварительным данным ведомства, 28-летняя женщина-водитель девятки неудачно перестроилась и задела попутный пазик. От удара в салоне автобуса упала и получила травмы пассажирка. Ей пришлось вызвать бригаду скорой помощи. Две машины одинаковой модели столкнулись на улице Профсоюзной. По предварительным данным ГОИ, 30-летняя женщина-водитель Форда Фокус врезалась в остановившуюся иномарку. В этой аварии пострадала пассажирка второго Фокуса. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия. Кировские оперативники задержали влюбленную парочку, которая занималась продажей наркотиков. Молодой человек из Астрахани и его кировская сожительница распределили роли и начали незаконный бизнес. Совместное дело просуществовало всего месяц. Егор и Настя уже хотели завязать, но их поймали полицейские. Все подробности в следующем материале. За что оказался полиция? За закладки. Что в закладках? Наркотики распространял? Да. После задержания свою вину Егор и Настя отрицать не стали. Дали, как говорится, полный расклад. Где, сколько, когда и какие наркотики продавали. Было сначала гадж, а жир, что в последнее время пошло скорость СК. Из большого, ну, брали, получается, ОК, 5. Из пяти делали вот это. Получалось у меня 16 штук, я это делал. Из пяти, фонарь, пять. Много таким образом заработал? Наверное, тысячи сорок уже заработали. Что вы укладывали в закладках? Натурпродукты, гашир, башки и скорость. У нас сами вы употребляете? Нет. И много таким образом заработали? Немного. Ну, сколько? Ну, 70 максимум, может, 100 тысяч, как бы. Не особо считаю. Откладываем деньги, потому что кредиты, долги. По словам Егора, опасную торговлю они с Настей хотели прекратить. Но, видимо, не судьба. Решили вот немножко заработать, мы заряжем больше, заниматься этим не будем. Но вот как раз сегодня и хотели, последний день, как раз этот последний день, получается, были планы. Наркотические вещества. Какие наркотические средства? Наркотики молодая пара распространяла по классической схеме. Делали закладки, потом рассылали потребителям адреса. Некоторые пакетики оснащали магнитами. Видите? Магнит. Магнит для чего? Прикрепление к магниту. Ну, металлу. Закладку, то есть металлическим предметом? В ходе личного досмотра у задержанного были изъяты 8 свертков с порошком. При них находились наркотики, которые они планировали к сбыту. И средства связи, через которые они распространяли интернет-адреса, проведенные в медзакладах. При них изъяты также наркотики синтетического происхождения. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт наркотиков в крупном размере». Также устанавливают другие эпизоды. Егору и Насте грозит до 20 лет тюрьмы. Михаил Вагин. Место происшествия. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Она пройдет быстро. Не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Жестко расправлялся с пенсионерками. В Кирове разыскивают подозреваемого в серии убийств пожилых женщин. Тюремный стимулятор. Прокуратура нашла криминал в мобильных приложениях и потребовала через суд их заблокировать. Система супер. Это как? Понимаете? Система не пошла против системы. Система это супер. Без всякой доли иронии говорите. Абсолютно. После задержания пьяная автоледи на BMW X6 высоко оценила работу кировских сотрудников ДПС. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. Представился соцработником и убивал пожилых женщин. Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту серии убийств пенсионерок в 2011-2012 годах. Одно из этих преступлений произошло в Кирове на улице Комсомольской. Вероятно, убийца до сих пор в розыске. Подробности этого происшествия, а также другие наиболее важные за неделю в нашей рубрике «Сводка». Следственный комитет продолжает расследовать дело по факту убийств пожилых женщин в 2011-2012 годах. Случаи произошли на территории Приволжского, Уральского и Центрального федеральных округов. Одно из преступлений было совершено в Кирове в октябре 2012 года. В квартире на улице Комсомольской мужчина убил пенсионерку. Подозреваемый представлялся сотрудником ТСЖ или социальных служб. Втирался в доверие пожилых женщин и убивал их. Все ценные вещи мужчина оставлял в квартирах, ничего не забирал. По приметам, на вид подозреваемому от 20 до 35 лет, среднего роста. Вырос в неполной семье или воспитывался без родителей. Есть криминальный опыт. Если вы знаете или видели этого мужчину, сообщите в следственные органы по телефонам на экране. Прокуратура Юрьянского района обнаружила криминал в приложениях iTunes и Play Market. В ходе мониторинга сети интернет ведомство нашло игры-симуляторы тюремной жизни, которые содержат пропаганду криминальных традиций, оскорбления сотрудников правоохранительных органов, призывы к совершению преступлений. Было выявлено, что данная информация интернет-приложений находится в открытом доступе, побуждает неопределенный круг лиц, в том числе несовершеннолетних, совершать преступления и правонарушения. По этому факту прокурор Юрьянского района направил исковое заявление. Ленинский районный суд признал требования прокуратуры законными и обоснованными. Исполнять постановление суда будет Роскомнадзор. Почему оказался в полиции? Проехали в гаражный кооператив. Там сначала с пистолетом пострелялись по банкам, по сосулькам, а потом Михаил выстрелил в машину, попал в стекло, разбил стекло. И вот за это мы и попали сюда. Задержанному молодому человеку и его приятелю Михаилу теперь приходится объясняться в полиции за свой весьма странный поступок. 29 января он и его товарищ приехали в гаражи на улице Луганской. Видимо, от скуки парни решили пострелять из пневматики по банкам, но по ходу дела разбушевались. Пистолет приобрел летом 17-го года срок просто пострелять по банкам, по баланскам. Со слов молодых людей, в тот вечер они поехали в гаражный кооператив в районе улицы Луганской пострелять из пневматического пистолета. В какой-то момент в качестве одной из мишеней был выбран оставленный владельцем автомобиль японского производства. Стрелки попали в камеры видеонаблюдения. Владелец автомобиля оценил ущерб в 45 тысяч рублей и обратился в полицию. По факту умышленного повреждения чужого имущества возбудили уголовное дело. Сейчас проводятся расследования, устанавливаются обстоятельства. Утром 4 апреля, когда пассажиры спешили на работу и учебу, водители общественного транспорта прямо на линии устроили драку. По словам очевидцев, водитель троллейбуса номер 4 набросился с кулаками на рулевого автобуса третьего маршрута и сломал ему стекло. Разнимать мужчин пришлось женщине-кондуктору. По словам очевидцев, водитель четверки стал кричать, что шофер тройки обогнал его и не следовал расписанию. Рогатый перекрыл автобусу путь и всем пассажирам пришлось выйти. После драки водитель четверки продолжил конфликт уже с пассажиром. Алина Котрихова, Место происшествия. По достоинству оценила работу кировских сотрудников ДПС женщина-водитель BMW X6 на улице Некрасова. Инспекторы остановили нетрезвую даму, составили на нее протоколы и отправили машину на штрафстоянку. Но вместо недовольства, истерик и ругани автоледи похвалила полицейских. Подробности в сюжете. Эту BMW X6 сотрудники ДПС остановили по ориентировке. Водитель Наталья сразу призналась, что немного выпила. Наталья Александровна, официально работаете? Нет, я художник. Там нет никаких штрафов. Нет. Что там написано? Я гражданин послушный. Наталья согласилась пройти экспертизу и была поражена, сколько много нюансов таит в себе эта процедура. Смотрим свидетельства о поверке до 14 июля 2019 года. Номер 203700. Понятые сюда смотрят. Женщина обрадовалась тому, что видит работу сотрудников ДПС изнутри и может ее оценить. Вскрываю в присутствии вас. Приклонение. Присоединение. Ну, что значит приклонение перед гастрем? Да просто приклонение перед гастрем. Вон штука присоединен. Да. Частью, которую гражданинка будет касаться губами, руками я не трогал. Произведем забор воздуха чистого. С этим воздухом будет сравниваться выдох водителя. Во время теста возникла небольшая проблема. Наталья никак не могла правильно дунуть в трубку. Первые попытки были безуспешны. Набирайте, смотрите и дуйте. И на себя продолжите. У водителя не получалось дуть так, как просил инспектор. И это весьма расстроило женщину. Сотруднику ДПС пришлось на время побыть психологом. На свидетельствование, на медицинское доктору поедете? Не поедете? Я все сделаю, ну пожалуйста. Хватит лить. И только последняя попытка оказалась успешной. Прибор показал весьма высокий результат. Не задыхайтесь. Прибор производит анализ. Прибор анализирует. Показывает нам результат. Несмотря на все трудности, связанные с грядущим наказанием, Наталья оставалась довольной. Система супер. Это как понимать? Ну, система супер. Система просто супер. Вы про ГИБДД? Да. Очень хорошо, что вам нравится. В плане того, что... Моя система. Почему ваша? Просто моя система восстановила и сказала... Что так делать не надо. Все понятно. Ну, я надеюсь, это у вас урок. То есть, первый и последний раз. И я вижу, что вы девушка адекватная. И все понимаете. Система. Это супер. Без всякой доли иронии говорить. Абсолютно. Также Наталья рассказала, что это задержание станет для нее хорошим уроком. Пьяной за руль больше она не сядет. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия. Спасибо. Спасибо. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Смотрите сразу после нее. Аварийный поворот налево. На улице Ленина камера зафиксировала, как скорая помощь въехала в Рено. Скрылся с места ДТП. На улице Чистопрудненская Лихач на 14-й въехал в классику. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. На улице Ленина камера зафиксировала, как скорая помощь въехала в Рено. Об этом и в других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». Сегодня в ней самые заметные видеоролики уходящей недели. На перекрестке улиц Ленина и Рудницкого водитель Рено повернул налево и не заметил скорую помощь. По данным ГАИ, по предварительной информации, виноват 70-летний водитель Рено. Также у мужчины не было страховки. Пострадавших в ДТП нет. На перекрестке улиц Мостовицкой и Украинской водитель Ниссана не уступил дорогу 14-й. На улице Ленина водитель Ауди утром выезжал с парковки и задел БМВ. Судя по видео, водитель не почувствовал удара и уехал. Благодаря этой видеозаписи его нашли сотрудники ГИБДД. На улице Чистопрудненской водитель 14-й, выезжая со двора, въехал в «семерку», затем в сугроб и скрылся. Судя по манере езды, возможно, водитель был пьян. На Октябрьском проспекте водитель и пассажирка автомобиля с камерой испытали незабываемые эмоции после внезапного маневра водителя Ларгуса. На улице Производственной притерлись друг к другу автобусы иномарка «Опель». На улице Ломоносова на ровном месте произошло ДТП. Водитель Лифана разогнался с горки, не соблюдал дистанцию и въехал в белый кроссовер «Тойота». По словам очевидцев, нарушитель был пьян. В Новоавиатском районе гонщик на кроссовере проехал ЛЖД-переезд на красный сигнал и чуть не получил удар шлагбаумом. На улице Северное кольцо из шиномонтажа на дорогу укатилось колесо. Колесо покатилось? Михаил Вагин. Место происшествия. На этом все. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или на любительскую видеокамеру, присылайте свое видео на наш электронный ящик mpkirov.sobaka-inbox.ru или пишите к нам в группу ВКонтакте «Место происшествия Киров». В студии для вас работал Михаил Вагин. Будьте внимательны и осторожны. И увидимся на Первом городском. Как的 я уверенчание? Редактор субтитров от «Мост Yout